Приветствую вас, я думаю, что очень хорошо, что вы обратились к нам на сайт, правда не очень, если честно, вот понятно пока что, чего именно вы хотели бы от нас, от психологов. То есть, то что вижу я, то что вижу я, это то, что вы чересчур зависимы от любви, вы чересчур зависимы от любовного партнёра, ну вот в силу, так скажем, некоторых моментов, да, в силу ряда причин, как правило, эти причины связаны с тем, что вы себя недооцениваете, вы себя не чувствуете мужчиной, то есть, вы себя не чувствуете даже не мужчиной, это не только правильно было сказано, вы себя не чувствуете самодостаточным. Вот. И, соответственно, в этом основная есть проблема, потому что то, что вы начинаете отодвигать людей, людей, ну всех вообще людей, от себя, когда влюбляетесь, свидетельствует о вашей чрезмерной заинтересованности, ну, например, в той же девушке, да, то есть вы, это то, в чём вы отчаянно, видимо, для себя нуждаетесь. И, к сожалению, можно сказать, что я не увидел ничего такого, что могло бы указать на тот факт, что вы до сих пор не находитесь в зависимых отношениях, то есть у меня есть ощущение, что вы всё равно находитесь именно в зависимых отношениях, потому что вы нуждаетесь в девушке, вы очень много о ней думаете, вот это вы, это ваши слова, вот. И, соответственно, ну, вряд ли можно сказать, что вы справились с тем, что, чтобы быть в зависимых отношениях, вы не справились, к сожалению, и надо сказать, что нуждаемость в любовном партнёре у вас по-прежнему присутствует, достаточно сильно. Другой вопрос заключается в том, почему у вас эта потребность присутствует, почему вы так отчаянно нуждаетесь в девушке, и, соответственно, как это можно исследовать, то есть как это можно восполнить для вас, к примеру. Соответственно, это то, что я мог бы выделить в вашем ответе, то есть что вы не чувствуете союзным и достаточно, и отчаянно нуждаетесь в, вот, чем-то её восполнить, чем-то её восполнить, ну, вот, самодостаточность эту. Вот. Можно ли и нужно ли с этим что-то делать? В принципе, да. Например, для начала определить, почему вы так нуждаетесь в отношениях. Вообще, в целом, почему вы так нуждаетесь в отношениях. Ага. Из чего состоит ваша нуждаемость в отношениях? Из чего она состоит? Что она в себе, условно говоря, содержит? Да? То есть, ну, как это вообще происходит у вас? То есть, вот вы, допустим, пишете, что, значит, так, когда мне нравится какая-то девочка, я начинаю с ней, всё, моя жизнь больше не мая, я больше не могу жить не думая о ней постоянно, да? То есть, это своего рода навязчивая такая идея у вас получается, ну, имеет место быть навязчивая идея, вот, навязчивая мысль. И я бы сказал, что очень важно понять вам, что за этим стоит. Вот. То есть, очень важно понять, почему у вас подобное начинается. То есть, почему вы предаёте себе свои интересы и так далее. Без обвинений каких-то, вот, самого, допустим, ну, самого себя, да? Потому что обвинять себя, как бы, оно не имеет смысла. Вот. Без обвинений. Ага. Без лозунгов о том, что нужно, чтобы было по-другому и так далее, нет. То есть, это всё не та позиция, которая может вам как-то помочь адекватно. Абсолютно не та эта позиция, абсолютно. Потому что необходимо понять, что вы хотите, что стоит за вашими, ну, за вашей потребностью, за вашим желанием. Так сильно быть с девочкой. Потому что, ну, очевидно, что есть основания, очевидно, что есть какие-то моменты, которые вам нужны. Вот. Мне кажется, что, собственно, исследование, исследование этого, исследование этого. И, собственно, даст вам понимание того, чего вы хотите и того, как вы хотите жить. Дальше. Исследование этого понимания даст вам ощущение того, чего вы хотите, и почему так отчаянно вносится в любви. быть может вам самому просто например ну мало что интересно в принципе да такое вполне может тоже быть да такое вполне тоже может произойти да это неприятно да это ну как бы не совсем то что возможно вам бы хотелось но тем не менее да то есть тут вот есть свой момент дальше так значит не хотят делить с ними все моменты рассказывать не могу накладывать с этим взрывом думаю только не говорю о ней ну соответственно соответственно для вас это вот имеет какое-то очень важное значение зачастую ну вот что то что вы описываете можно назвать любовью да то есть это вот по сути любовь если вот говорить так гру-грубо это любовь но почему любовь у вас выражается так почему вы чувствуете и видите и позиционируете любовь так это вот то что на мой взгляд нужно как раз таки исследовать и исследовать ну скажем так лучше лучше чем это есть на самом деле сейчас вот знаете какая штука какая штука потому что ну вам вам просто самому будет будет а легче если вы ну если вы для себя с этим разберетесь вот понимаете вот в принципе в принципе то что я могу вам сказать то что я могу вам ответить дальше так значит я делаю чтобы удивить ее вся мотивация произойдет становится на нее чтобы она оценила я думаю что вывод либо идеализируете любовь либо идеализируете девушку либо есть какие то а собственно ваши именно уникальные аспекты аспекты вот ам которые соответственно ну ну мотивируют мотивируют вас мотивируют вас на то что чтобы действовать именно вот в таком ключе, в каком вы действуете, собственно, сейчас. Вот. То есть, ну, тут можно только гадать на самом деле, да. Тут можно только гадать и предполагать относительно того, почему ситуация стала, ну, возможной, да, вот именно в таком ключе, вот. Я понимаю, что девушки отдаляются, когда вы ведете себя так, понятно, потому что, ну, человеку нужно личное пространство, вот, и не очень приятно, когда не оставляют никакого личного пространства, да, вообще. Вот. Можно понять, я думаю, девочку. Вот. Ну, а вам, вам, ваши, вот, личные границы, вам с вашими, личными, личными границами желательно, желательно бы поработать, вот, там, потому что это очень важно, и без сейчас вы просто не отдаете себе отсчет в том, где вы, да, а где, соответственно, другой человек. То есть, вот, личные границы – это вторая по значимости ситуация, на которую вам нужно обратить свое внимание. потому что, первое – это самодостаточность, это, вот, то, что вы, то, что вам, собственно, хочется, то, собственно, в чем вы нуждаетесь, вот, это первое. А второе – это, вот, соответственно, такой момент, связанный именно, вот, с тем, что у вас нет личных границ. Ну, то есть, вы не отделяете себя от девочки. Вот. Я вас, на самом деле, не обвиняю в этом. Вот. Я просто говорю о том, как это, значит, сейчас, собственно, происходит. Вот. Ну и, соответственно, можно, конечно, с этим, что-то сделать, да, то есть, можно это изменить, если вы, к примеру, будете работать над собой, да, если вы, к примеру, будете исследовать себя, исследовать, свои чувства и будете разбираться с тем, значит, с чем связана, вот, подобная история, подобная ситуация и так далее. В принципе, ну, описывайте вы одно и то же, как бы, описывайте вы одну и ту же ситуацию. Ух. Далее, вы пишите, когда человек, значит, отдаляется, мне становится плохо, больно. От чего плохо, больно? Это тоже надо бы преследовать аноним. Потому что это важно, от чего вам становится больно. Вот. Ну, на мой взгляд, опять же, да, на мой взгляд. На мой взгляд, это то, что нужно преследовать. Вот. Ага. И, как мне кажется, значит, после этого, вот, после этого, вы могли бы поработать с этим психологом, да, и преследовать данный аспект. После чего вам стало бы уже гораздо лучше и легче выстраивать отношения с девочками. Вот. Вот. Это то, что я могу вам, в принципе, сказать. Что-то могу вам, в принципе, в принципе, сказать. Вот. А, значит, такой ответ могу вам дать. А, значит, и на этом всё. А, если у вас остались дополнительные вопросы, да. Кстати. А, значит, самооценка. А, аноним самооценка. Это один из ключевых аспектов, на который вам нужно обратить своё внимание. Вот. Самооценка. Самооценка. Там, потому что сейчас у вас самооценка, очевидно, занижена. А, значит, вы себя, ну, грубо говоря, не представляете без девочки. Своей девочки. Вот. Да. Это очень грустно. Это очень тревожно. Кстати говоря. Вот. Это тревожно именно потому, что вы чувствуете, что ничего не значите. и без неё, а это, опять же, накладывает определённый отпечаток на самого человека. То есть, ну, именно, вот, на девочку. Так что, я думаю, мы заработаем над самооценкой. Вот. Искать свои собственные цели в жизни. Вот. Выращать. Выращать. Свои чувства. Вот. Ага. На мой взгляд, это то, что вам нужно сделать. Ну, на мой взгляд. На мой взгляд. Вот. Так. Такой будет мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго. Да. И удачи. Спасибо.